В выходной пиджак Гани Иргешеву украшают орден Отечественной войны и медали, но даже их наличие не подтверждало официального статуса участника Великой Отечественной войны. Всему виной утеря военного билета. Во время одного из боев Гани Иргешев был тяжело ранен, а когда в госпитале пришел в себя, понял, что военного билета у него нет. Санитары, которые меня в госпиталь доставили, его взяли. А куда потом девали, даже не знаю. Меня из одного госпиталя в другой переводили. В 47-м я вернулся домой. Обратился в военкомат, чтобы мне восстановили документы. Но там сказали, нужно отправлять запросы. В общем, после пары попыток я перестал туда ходить. Внук ветерана решил восстановить справедливость и обратился в военкомат. Ответа пришлось ждать долгих шесть месяцев. Мы обратились в Центральный архив министерство обороны Российской Федерации города Подольска и военно-медицинский музей города Санкт-Петербург, где хранятся все документы, которые войны в результате болезни получили разные увечья. И вот эти документы хранятся именно там. В результате проделанной работы в начале года, в январе месяце 2016 года, получили архивную справку из города Санкт-Петербург, где указано, что красноармеец-стрелок Ергешев Гани участвовал на фронтах Великой Отечественной войны и в результате получил осколок в челюсти. Эта справка и стала тем самым документом, на основании которого Гани Ергешеву вручили ветеранское удостоверение. Теперь, по словам Дариги Кожа-Муратовой, фронтовик будет пользоваться всеми льготами, которые предоставляются участникам войны.